ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здесь висит, потому что без неё вообще никто бы не понял, в чём тут физика танков проявляется. Говорю сразу, что я заходил в игру, именно посмотреть и заценить физику. Ни в каких боях я не участвовал. Ну, в общем, смотрите, как это было. Ну, давай, разгоняйся, телега. Да, после Armored Warfare у скорости, конечно, вообще не те. Вот 50 километров танк разогнался, мне кажется, что танк вообще или едет. Это что, физика такая, что ли? Что, где занос-то? Я что-то не понял. Я на пробел даже нажал, как они рекомендуют. Вот, чуть-чуть танк, чуть-чуть, чуть-чуть. Вообще совсем чуть-чуть танчик понесло. Я что-то нихера не понимаю, где суть заноса-то. Или он только на зимней карте, наверное, работает, если у тебя гусеницы не шипованные. Что-то, я не знаю, Джо в своём видео так прям вообще... Ой, будет физика, будет пизда-то. Прям вообще, блядь, СТ-шки начнут всех... И в чём, где физика-то? Я что, может, не на тот сервак зашёл? Вроде, вроде это тест. Во-во-во, во-во, разворотик. Это всё, это вся физика, что ли? Ребята, ну это не серьёзно. Это вообще не серьёзно. Это не физика просто. Это хрен его знает даже, что это, как это назвать. Танк просто стал разворачиваться под конец заноса, и всё. Что это такое? Ну, пробел. Ну, с пробелом хорошо. С пробелом он может быть, да, разворот, как они написали. Они даже уточнили, видимо, да, вот этим вот, своей надписью, что именно тут стало по физике. Танк меня по физике бортанул сейчас, да. То есть, танки стали по земле кататься более. Раньше-то, если камни сталкивались, два танка сталкивались, да, я ещё помню. На закрытом бета-тесте они просто останавливались резко и стояли. Там даже урона не было от тарана. Сейчас Джофф сказал, что... Джофф сказал, Джофф сказал. Ну, я просто посмотрел про физику, думаю, ну, как бы пошёл посмотреть, можно ли уже делать видосы про эту физику. Я посмотрел, что у этого чела видео про физику 6 месяцев назад лежит. Залитое, то есть, уже полгода в Аргейминг эту физику ковыряет, всё доделать не может. Ну, Аргейминг такой неспешный разработчик. Вот, и, короче, он сказал, что теперь в танках можно перевернуться, что убрали какую-то подпорочку. Я что-то даже намёка на шанс перевернуться сейчас здесь не вижу. А если и перевернёшься, то здесь-то троса нету, здесь тебя никто не вытянет. И это, причём, у меня ещё Баршетильон. Это очень быстрый танк по меркам этой игры. И то, и то я чё-то какой-то физики на нём даже не ощущаю. Чего же говорить о танках, которые ездят помедленнее? Ну, с горы, давайте с горы посмотрим прыжок по физике, прям, ох, по физике. Ну, плюхнулся и плюхнулся, а чего? А как перевернуться? Чё надо сделать, чтобы перевернуться? Интересно. Убрали подпорку, осторожно, вы перевернётесь. О, пиздобол, а. Да. Вот, вот сразу видно, человек вот получает деньги от Wargaming за свои видосы. Ой, блядь, физика пиздец. Физика просто охренеть, огонь. Можно перевернуться, да охуеть, тут можно не перевернуться. Какая перевернуться, где перевернуться-то? Вот, вот, смотри, ну, вот, вот. Ни хрена, танк всё равно летит прямо. Одной гуслюй на трамплин заезжает и летит всё равно прямо, смотрите. Да какое тут нахер перевернуться? Куда тут в жопу переворачиваться? Ну и тут, конечно, танк исчез в чистом поле, очень классно заехав за какой-то мини-кустик. Это, конечно, вообще огонь. Лучше бы они вот это исправили, чем физику свою выводили. Да, ну, на хелкате пытаться на тесте в бой зайти, конечно, это... Я, честно, ждал 4 минуты, так в бой и не кинуло. Ну, потому что все чё тут на десятках играют? Всем, по сути, физика насрать вообще. Они зашли посмотреть машины, которых у них нет в основном в гараже, да? Вот, поэтому взял лёгкий танк, вот этот Т-71, но он очень лёгкий. Он не быстрее Бэтчата, но хотя бы он должен... Его уже должно как-то позаносить хотя бы лучше, чем батик. Ну, блин, ну, посмотрите, как танк с места трогается. Ну, где занос-то ваш, ё-моё. Тут, короче, один... Вот, смотрите, поворот без заноса сейчас будет, смотрите. О-ре-о. Всё, обычный поворот, как всегда и было. Он напугал... Во, во, чувак, дрифтанул, молодец. И только с пробелом, сука, можно сделать вот так. Всё. Это вся физика. Обалдеть. Даже, ладно, не буду писать в комментах. В комментах со своими, обсужу, что тут со всеми-то. Ну, смешно, я не знаю. И что они, вот полгода делали вот это вот? Вот этот вот разворотик полгода добавляли в игру? Полгода, вот ещё раз говорю, у Джова это видео про... Офигенную новую физику для World of Tanks залито 6 месяцев назад, если не больше. Можете загуглить, посмотреть. И вот это, короче, вот она. Вот всё, что изменилось, да? Вот я ещё раз ещё показал. Каких-то прыжков на трамплинах, я думаю, скорее всего в игре не будет. Ну, потому что единственный трамплин, который мне в голову приходит, это в Прохоровке, вот этот на железной дороге. И то, знаете, большинство танков теряют всю скорость, пока только заезжают. Поэтому говорить, что теперь можно перевернуться, да каким хером-то перевернуться? Я говорил уже, да, что я видел, ну, в видосе про War Thunder, говорил, что я видел видео, как дрифтуют на Т-72. О, я всё-таки сделал это, я перевернулся. И тут появляется время 30 секунд, и ты умер, как бы. А команда должна тебе помочь, типа, пихая тебя носами, да, чтобы перевернуть тросики. То есть сделать, как бы, не позволяет, видимо, то, что уже это есть в улитках, скажут, опять украли. Вот, Т-72, когда вот так вот делал, у него вот гусеница левая, вот в данном случае левая гусеница, аж от земли отрывалась, понимаете, во время дрифта. Он реально очень сильно дрифтовал. Я не думаю, что Т-72 у нас ездит намного быстрее, чем вот этот лёгкий квадратный танчик. Плюс Т-72 он намного шире, чем эта херня там вообще. То, что гусеница почти что производит, почти полный отрыв от земли, это невероятно практически. Вот, так что, короче, физика тут, ну, реализм не пахнет. И вообще, в принципе, ради какого-то разворота заморачиваться, ну, я не знаю, стоило ли, ребята, что-то. Так, по-моему, по-моему, ну, настолько мало чего изменилось, что я даже сейчас в обычный бой зайду на обычном клиенте и там вот эту фишку попробую и посмотрю, что же будет. Ну, вот, до введения физики, то есть обычная игра, обычный клиент. Видите, нету приставки RU у меня, у Ника. То есть, это значит, что не тест, какой-то муфлон опять не успел поехать. Сейчас посмотрим, узнаем, что же, сука, изменилось. Вот, я разгоняюсь, жму пробел, жму поворот. Вот, да, ну, танк, да, да, вот именно нету этого поворота, полицейского разворота, скажем так. Вот он отсутствует, всё. Ещё раз попробуем, бэм. Да, здесь с пробелом, здесь танк, ну, просто останавливается здесь, то есть. А если газ отпустить, то есть танк просто поворачивает. Ну, то есть, как кирпич ездит. Конечно, да, для игроков картохи, может быть, там скажут, о, физика, да, там, ну, если ты ни в чего, ни во что, кроме картохи, не играл никогда в жизни, то да, конечно, физика скажут, прорыв, прорыв ещё просто вообще, ну, конечно, полицейский разворот ввели в игру, ёптите. Это ж прям вообще, ну, невероятно. Улиток для сравнения я даже показывать здесь не буду, ну, потому что кому надо, тот посмотрит, а кому не надо, тот и выключит. Но игроки в картошку, они в основном такие, что их в чём-то убедить пытаться бесполезно. Картошка the best и не волнует. The best во всём, the best всегда, короче, вот, это их, их линия, их политика, короче. Но моё мнение, что с введением этой физики в игру, да, никакой революции в геймплее не произойдёт. Вот, СТшки от этого лучше, ну, практически не станут, да, потому что, ну, представьте себе ситуацию, в которой вам может понадобиться полицейский разворот на танке. Это что должно случиться, для чего он вообще в игре. Я, я, то есть, думал реально минут пять, так и не понял, что там, ну, резко может быть для того, чтобы назад поехать, да, если базу начали захватывать за спиной. Это единственное, где он, по-моему, может пригодиться. Особенно, если учесть то, что у варгейминга карты размером с бабушкиного рода в основном, да, то есть, только танк разогнался, уже врагов встречается. Ну, знаешь, там, то есть, где тут эти полицейские развороты делать, я не знаю. В общем, на этом, я думаю, всё. Пишите, что думаете, устраивайте срачи на тему, какая игра и чем лучше. Ну и адьё, Амигос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok